Природа может обойтись без культуры, а вот культура без природы быстро выдохнется. Этим высказыванием русского писателя Михаила Пришвина организаторы Всероссийского фестиваля природы вооружились однажды раз и навсегда, как эпиграфом, и уверены, что не выдохнутся. Шестой раз они открыли на гигантской площадке Центрального дома художника фото-выставку «Первозданная Россия» и снова здесь демонстрируют свои работы и лучшие, и самые знаменитые фотографы-натуралисты. Фотохудожник Виктор Тяхт кадры с этими ушастыми ящерицами сделал во время экспедиции в Калмыкию. Боевой танец круглоголовок, которые бесстрашно сражались за территорию, снимал на барханах. Температура воздуха тогда превышала плюс 40. Вся вот эта драка круглоголовок длится 3 секунды. Поэтому для этого нужно 3 секунды. Сколько времени я ждал этих 3 секунд? Я не могу вам сказать, что я не помню, но долго. Чем больше ждешь, тем больше шансов. Александр Потапов с камеры не расстается уже более полувека. Началось все, когда ему в 11 лет подарили фотоаппарат. Снимал, как сам говорит, всех и все. Отправлял свои работы на конкурсы. Птицчонги снимал в Москве. Чтобы поймать самый яркий момент их борьбы, в течение недели приходил на берег пруда в Царицыне. Фотоохота – это на самом деле очень увлекательное занятие. Мне кажется, у любого мужчины это инстинкт охоты. Но это бескровно и интересно. Ну и плюс, у тебя есть только один шанс, чтобы снять этот момент. Вот посмотреть на любую фотографию здесь, повторить ее невозможно. Снимая птиц, фотографы-натуралисты становятся настоящими орнитологами. Гость фестиваля, фотограф из Китая Ван Йин Цю, охотилась за этим пестрым фазаном 6 дней. Этот фазан очень боится людей. Его редко можно увидеть. Мне хотелось запечатлеть его красоту. Посмотрите, какое у него богатое оперение. 600 фотографий, 35 выставок – таков масштаб фестиваля природы «Первозданная Россия». Снимки животных в естественной среде, уникальные пейзажи, сделанные в разных природных зонах. Природа нашей страны так велика, так разнообразная, что ее очень трудно представить всю в одной выставке. И мне кажется, что это удалось сделать сейчас. Здесь представлены совершенно замечательные фотографии животных, самых разных животных. А в нашей стране животные от полярных до почти до субтропических. 200 авторов этих фотографий мы распределили в виде природных зон России. То есть начиная от Арктики и заканчивая пустыней и субтропиками. То есть все фотографии размещены таким образом, что посетитель, когда пройдет, он поймет, в какой зоне находится. Экспозиция отражает многообразие природы нашей страны. Ее дополнят круглые столы, лекции и показы документальных фильмов. Лидия Алешина, Иван Журавлев, Новости культуры. Лидия Алешина, Иван Журавлев, Новости культуры.